В Югре утвердили сроки завершения строительства перинатального центра в Сургуте. Дополнительное соглашение к документу о государственном частном партнерстве одобрили на этой неделе на заседании окружного правительства. Напомним, решение продолжить строительство, не расторгая действующее соглашение, было принято на заседании проектного комитета. Предварительно состоялось широкое общественное обсуждение вопроса. Стоит отметить, что сроки окончания работ по перинатальному центру предлагалось сдвинуть на несколько месяцев, на июль 2018 года. Мы все заинтересованы в скорейшем завершении строительства. Я обращаю внимание всех участников процесса. Сроки переноса сдачи центра они обоснованы, но они должны быть соблюдены. Уже завтра в Ханты-Мансийске соберутся ученые, педагоги, мастера народных промыслов и журналисты. В окружном центре откроется третий международный конгресс традиционной художественной культуры. На семи площадках конгресса одновременно будут работать более 200 человек из 22 регионов России, а также зарубежных стран – Казахстана, Словакии, Финляндии, Польши, Республики Беларусь, Венгрии, Китайской Народной Республики и Монголии. Основной задачей нынешнего конгресса станет разработка понятийного аппарата сферы традиционной культуры. Сегодня в СМИ и даже в законодательных актах регионов существует путаница. Что такое традиционное, народное, декоративное, декоративно-прикладное искусство? В чем их различия и в чем особенности? Перечень четких терминов и понятий позволит утвердить их через Министерство культуры Российской Федерации. Мы уже проработали многие вопросы, чтобы были инициативы нашего автономного округа выйти в Думу Российской Федерации по вопросам аутентичности фольклора и аутентичности народных художественных промыслов. И вот этот вопрос будет обсуждаться на круглом столе. Губернатор Югры Наталья Комарова на этой неделе осмотрела место будущего строительства Центра акробатики в Нефтьюганске. Глава региона посвятила этой теме часть рабочей поездки в муниципалитет. Причем, где расположить объект и как он будет выглядеть, будут решать местные жители. На обсуждении им представлены два варианта. Предлагается, что спорткомплекс станет многофункциональным. Заниматься здесь смогут не только акробаты, но и любители игровых видов спорта, а также борцы и легкоатлеты. Для того, чтобы обеспечить возможность занятия детям на этапе формирования строительства нового центра, будет принято уже решение о строительстве быстровозводимого зала гимнастики. Насколько я понял сейчас, здесь надо, чтобы муниципалитет еще раз посмотрел, но это будет центр, который будет достроен в виде быстровозводимой конструкции к одной из школ.